Продолжение следует... Презентация пока на стадии подготовки, но мы решили уже как-то освежить дизайн и вообще использовать какие-то графические элементы наши собственные в дизайне этих материалов. Ну, собственно, доклад у нас будет называться по-другому, как будет называться первичная статья, что по теме доклада у нас еще и будет публикация, соответственно. А тезис, который он идет, он идет немножко по другой теме, по тезисной теме, то есть по более узкой. То есть мы даем разный тезис и разный доклад, а доклад стыкуем с публикацией, которая будет подана в журнал. Ну и вот каким-то образом, значит, будет это вот то, что так же все симпатично. Картинки будут, сейчас мы начнем ее редактировать, будет такая же красивая эстетичная презентация, как и все до нее. Ну, файлы какие-то тут тоже, соответственно, тоже есть. Вот, собственно, наша классификация, которую мы предлагаем и чего не было до настоящего момента исследованы. И, наоборот, все авторы отмечают, что, ну, как-то непонятно, что с этой проблемой делать. В общем, никто не занимается самой систематикой фундаментальной наукой в том смысле, в котором это имело место до 83-го года. Это вот как-то переломный год стал, когда закончились фундаментальные исследования. Наверняка это связано с какими-то вехами в науке, о которых пока просто не договырялись. Но суть в том, что мы продолжаем заниматься фундаментальными исследованиями, и это позволяет нам открывать более интересные темы и объединять между собой необходимые исследования. Мы предлагаем разделить все факторы на три группы, как мы это, да, я вот уже и обозначил. И вот то, что первично генетически детерминировано, то, что может положительно-отрицательно влиять как сопутствующие факторы и факторы риска или условия среды. И понятно, что мы можем потом дополнять или подтверждать клиническим опытом то, что эта классификация была правильно разработана. Или здесь появятся еще какие-то группы, которые нейтральны, или там это можно дробить, переносить из одной в другую, если окажется, что что-то не так. Наращивают эти факторы риска. Но первичная основа, как бы канва классификации, она уже предложена. И можно в ней двигаться, потому что, анализируя весь клинический опыт, вот у нас она имеет вот такую форму выпуска. Текстовое описание, что что. И вот на примере, на одном из примеров лечения рецессии десны, о чем идет речь. Как мы определяем, используя фотографии, что меняется и что нам дает понимание, какая могла быть тоже причина рецессии десны первичная в процессе лечения и по результату. Это зона некариозного поражения. Это зона рецессии. Это операционная. Но не было прикрепленной десны вообще никакой, вся слизистая. А вот здесь она появилась очевидно, что все, что от сосудов, вот до сюда, это прикрепленная десна. У нас осталось два зона рецессии, ну извините, это два месяца. Пока ткани только набирают объем, там сосудистое питание и начинают движение. Но вот эта величина, она-то неизменна, как была, никуда не двигается. В процессе, после установки брекетов, почему нам показалась эта тема интересной, она пересекается как раз, очень автор стоит и наиболее исследовано, я уже говорил, в вопросах и теологии рецессии десны. Поэтому мы стали изучать это с брекетами, потому что более показательны некоторые механизмы. Зона прикрепленной десны, она продолжает увеличиваться. Зона рецессии пока, ну чуть-чуть, там какое-то движение есть. Ну и некариозные поражения. Если здесь обеспечивать гигиену, теперь стало совсем легко, над брекетом все понятно. Надо просто беречь эту зону и не усугублять здесь различных факторов. В дальнейшем, полгода, когда мы носим брекеты, у нас полностью закрылась рецессия. Десна набрала кератинизированный слой, он стал слущиваться, он стал плотнее, увеличилось в два раза. Десна набирает не только сюда, но и туда. То, что появилась нагрузка, эти зубы за счет объединения зубов брекетами, по сути, шинированное жесткое. Мы видим, что здесь дуга еще совсем маленькая, а тут вон какая дуга уже широкая, рельсинга. То есть это... Ну и соответственно мы видим, что у нас образуется где, что у нас нет никакой рецессии. У нас есть зона некариозного поражения. На самом деле вот досюда. А вот это зона, прикрепленная Десны, о чем и говорит уровень кости. То есть вот тут находится кость, пик костный. Как в норме он и должен быть. А вот это все биологическая ширина. Вот она, 2,5 мм. 2,8 мм, наверное. Поэтому то, о чем сказали, 2 или 3 мм, когда определили высоту биологической ширины, что у авторов первично в 83 году было написано 2-3. Так 2 или 3. Об этом тоже я говорил в начале. Вот этот показатель 2, 2,1, 2,2, 2,5, 2,8 определяется в том числе генетически. На него могут влиять там дистопии зубов, патология прикуса и там еще много, перечистка. Но сформировать рецессию способны в первую очередь, конечно, только первичные факторы. У него есть уже риск от рождения. Поэтому, конечно, у него эта проблема скорее всего сформируется, как вот, исходя из компенсациональной оценки вот этого пациента, например. Ну и, соответственно, все, что вы встретите в статье, здесь также будет, просто в оформленном виде. Поэтому на этом останавливаться, наверное, мы не будем. Статья в журнал, значит, у нас получилось. Что мы теперь делаем? Мы подведем какой-то итог, да, небольшой. То есть мы получили того 6 показателей двое, плюс 2 презентации. Два тезиса. Две полноценные статьи. Значит, в дальнейшем. Сейчас еще я скажу, в чем смысл очень интересный. Ну, упоминание срочных программных конференций, как будто замечательно. Надо их физически иметь у себя и все, потому что не забыть их название. Ничего не потерял. Шесть двое, две презентации, два тезиса, две статьи полноценные, две программки конференций. Да, но вот эти две статьи мы пишем на русском языке. А затем делаем перевод этих статей и печатаем его в другом журнале с указанием и благодарностью первоисточнику. И мы получаем еще два DOI на статьи, которые напечатаны в другом журнале. То есть у нас получается четыре статьи. Это неправильный вариант. Это получается не так быстро. Восемь DOI файлов, две презентации, два тезиса, четыре статьи, две из них англоязычные, две программки конференции. Вот результат, который нам удается достичь. Ну, фактически подготовить его за два месяца. Но часть какой-то работы, она продолжается еще потом. То есть мы создаем конву и почву. Ну, на основании вот этого объема данных уже можно подготовить какую-то и планировать научную работу, оформленную. Да, если тематика совпадает, ну, или, брат, переписывать. Значит, следующая задача, которую мы для себя формируем, это разбор статей и подготовка. Вот по окончании этого занятия будет готовиться статья по рецессиям Десны. Обзор. Хирургическое лечение одиночных и множественных рецессий Десны. Обзор. 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 Обзор.